Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Номер 122. Мы озвучиваем Новый Завет толкования блаженного фофилакта с комментариями. Каждый том 752 страницы. Впервые за 2000 лет, вот так в одном экземпляре, полное толкование с откровением. Доходило всегда до евреев, восстанавливалось блаженного фофилакта. Ну и есть некоторые особенности нашего издания. Закладками. Далее вот как оно выглядит. И здесь же дается 297 комментариев относительно всеми, чтобы проповедь была всеми. И 230 иллюстраций Гюстава Даре раскрашенная. Вот оно как выглядит. С подписью, как где, с какой главы, что это означает. Лучший иллюстратор Библии. Потому что у него перспектива отличная. Ну вот так. Считает Никита Колесников. Поехали. Евреям 12.16. Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Толкование фофилакта блаженного. Не говорит того, что Исав был блудником, но здесь остановись, чтобы не было между вами какого блудника. Ибо хотя намекает, что у них некоторые были гадкими, однако не желает обличать их, но притворно обнаруживает незнание, чтобы исправились. Потом снова сказал, или нечестивца, как Исав, то есть ненасытного, мирского, оскорняющего и попирающего духовное. Ибо он отдал, и при том за одну снеть, данное ему от Бога преимущество первородства. Это и есть нечестие, именно пренебрежение к Божественному. Здесь показывает им, какое зло нерадивость, потому что старший, выпав в малодушие и не устояв против желания поесть, сделался младшим. Евреям 12.17. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами, толкование. Отвержен был словами отца своего. Вот, я поставил его господином. Что же я сделаю для тебя, сын мой? Бытие 27.37. Некоторые же объясняют, был отвержен Богом. Итак, во-первых, отвержен был Богом, ибо Бог был причиной того, что обманутый Исаак благословил Иакова. Что же касается отвержения, последовавшего за этим, когда он просил благословения, то нужно думать, оно было со стороны отца, или в одно время и от обоих. Ибо ясно, что и отец отвергнул его по воле Божией. Итак, не отрицает ли Павел здесь покаяние? Ни в коем случае. Таким образом, в каком смысле говорит, что покаяние место не обрите, ащий со слезами поискал его? Во-первых, выражение его, понимая, не так, что здесь нужно разуметь покаяние, но благословение. Таким образом, потому не обрите покаяние, что искал его не так, как должно было. Ибо если он и плакал, однако не слезами покаяние, но зависти и вражды. Так как он не выносил и не любил превосходство над ним, как и печаль, в кавычках Каина, не было плодом покаяния, но зависти, и он оказался убийцей. Не было, ну как не было, когда не была? Не было, ты что-то потерял. А где тут? Это не была, глагол-то была. А где тут что не было? Каина не была плодом, только что предложение считал. Не была, ага. Не, не была, не была. Не была плодом покаяния, но зависти и он оказался убийцей. Таким образом, это имеет или такой смысл, как я сказал, или что Павел весьма мудро устрашает еще не павших, выражая такую мысль, что при великих грехах нет места покаяния. Делает это он с целью страхом предохранить их от падения. Когда же он увидел, что некоторые пали, то снова увещает их, не отчаиваться, как и в послании к Галатам. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не забразится в вас Христос. Галатам 4.19 Итак, Павел не отрицает здесь покаяния, но ограждает верующих от падения. Евреям 12.18 Вы приступили не к горе, осязаемой и палающей огнем. Но к тьме, не к тьме, и мраку, и буре толкование. Показывает, что если не терпят и в то же время не верят в обетование, то они гораздо более виновны, чем ветхозаветные. И смотри, как делает сравнение, показав превосходство нового завета пред ветхим во многих отношениях. Как это уже известно, выставляют теперь и ветхозаветные великие чудесные события, бывшие на горе Синай, второзаконие 5.22. И показывает, что они ничтожны и не могут сравниться с событиями нового завета. Ибо там, говорит, много образов для устрашения младенствующего того народа. Присоединяет также и огонь, чтобы открыть карательную силу законодателя, и чтобы он тотчас же явился страшным. Облако и мрак указывали на значение ветхого завета, как тени. Ибо если тот завет был образом, то ясно, что пока не пришла истина, образы были неясными, почему не знали, что они обозначают. Через них же открылось невидимое Божие, ибо говорит, облако подножия ног его. Буря же побудила беспечных евреев к вниманию. Трубы же означали как бы присутствие царя, ибо это будет и во Второе пришествие Христова. Послание к Евреям 12.19 Не к трубному звуку и глазу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемое слово. Толкование. Ибо слышали, что говорит Бог для того, чтобы законоположение было достойным веры, и чтобы те не подумали, что это слова Моисея. Вообще же голос Божий страшен, а Моисея слаб. Поэтому они отказались слушать Бога, говоря Моисею, «Говори ты с нами, чтобы не говорил с нами Бог». Исход 20.19. Евреям 20.20. Ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было, если зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелою. Толкование. То есть не могли они выносить ушами, как страшно, то, что говорил Бог. И так они стали причиной появления Бога во плоти, чтобы сделаться доступным для них. Показывает превосходство Нового Завета и в этом. Ибо Ветхий Завет, не имея ничего столь великого, как Новый, был чем-то ужасным. Так что по нему нельзя было и зверю прикасаться к горе. Исход 19.12. То есть к какому-нибудь из тех животных, какие имелись у народа. Новый же Завет, обладая всем совершенством, не содержит в себе страшного. Напротив, все милостивое. Евреям 12.21. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал, «Я в страхе и трепете». Толкование. Если же великий Моисей, вошедший в облако, так чувствовал себя, то как народ. Евреям 12.22. Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов. Толкование. Те не приблизились, но стояли вдали. Вы же приступили. Не видишь ли превосходства? Вместо Синайя мы имеем мысленную гору Сион и мысленный город Иерусалим, то есть самое небо, а не пустыню, как те. Евреям 12.23. «К торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства». Толкование. «Вместо народа у нас тьмы ангелов, вместо страха радость, что и обозначено словом торжествующему. Ибо где торжество, там радость. Итак, это торжество происходит среди ангелов. Первородными называют верующих, посвященных Богу, освященных, имена которых в книге жизни, как и Господь говорил ученикам своим. «Имена ваши написаны на небесах». Лука 10.20. «А так как Бог – Отец всех, то все люди – сыновья Его, первородные же из них, уверовавшие и достойные усыновления по преимуществу. Или сыновьями называются и все вообще верующие. Первородными же называются те, которые угодили Богу, и которые за слово и за жизнь удостоились быть посланниками Божиими. Здесь и устрашает их, ибо Он – судья всех, не иудеев только. Но и всех верующих. Итак, бойтесь этого. Показывают вместе с этим и то преимущество их пред Ветхозаветными, что те не выносили и одних слов, и не решились приблизиться даже к горе. «Вы же приступили к самому судьи, то есть Христу. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд оттал сыну» Иоанна 5.22. «И к духам праведников, достигших совершенства, то есть душам, оказавшимся славными и совершенными пред Богом, очевидно, в силу веры, как Он ясно показал. И вы будете с ними соединены, если будете подражать им». Евреям 12.24. «И к ходату и нового завета Иисусу, и к крови крапления, говорящие лучше, нежели Авелева, толкование. Не к рабу Моисею, но к Господу нашему Иисусу, и к крови крапления, то есть очищения. Ибо кровь Христа, окропившая нас, очистила и осветила нас. Разве кровь Авелева говорила? Да, ибо сказано «Голос крови брата твоего вопиет ко мне». Ну как вопиет? Каким голосом? Каким тембром? Надо понимать, как написано. Понимать-то надо понимать. Голос брата вопиет. Как? Никак. То есть требует справедливости. Ну маленько-то громотежку надо повышать, смотреть, о чем речь-то идет. Ну так же нельзя упереться и все. Да какая-то вера. Баранья какая-то. Все буквально понимать. Ни святые, ни кто так не говорят. Мы тоже иногда говорим так. Прекровенно или намеком. Дальше. Или что и выше сказано, то и ныне говорит. Известное и воспеваемое всеми. Но кровь Христа издает более светлый и более ясный голос, вопиев самым делом, что она всех осветила. Но и иначе говорит. Там, где нет чистой мысли, пробуждает и побуждает высказываться, ибо сам Дух ходатайствует воздыханиями неизреченными. Римляна 8, 26. А святой Кирилл и Иерусалимский так еще понял, что кровь Авеля вопияла против убийства, а кровь Христа ходатайствует за нас пред Отцом Его. Евреям 12, 25. «Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав глаголовшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголящего с небес. Толкование. Не отвратитесь через неверие обетованием Его и отчаяния. Кто же говорящий, как не Христос? Ибо если кровь Его говорит, то тем более Он Сам. Чего не избежали? Наказания, погибели. Глаголовшим же и на земле называют Моисея или Бога, сошедшего с неба. Однако говорившего на земле через Моисея. Ибо на горе Синаи Он глаголал, то есть беседовал, рассуждал и все установил. То есть Христа, пророчествующего с небес. То есть после вознесения Своего, даровавшего нам закон через Духа. Не то сказал, будто один закон был тогда, а ныне другой. Но образ законоположения имеет различие. Ибо тогда, говоря на земле, дал закон. Теперь же, как сказано по Вознесении, посему Он был еще более страшным. Но не иной был тогда и не иной ныне. Слушая, дали Его Самого. Евреям 12.26 Толкование Не видишь ли, что и тогда, говоривший был тот самый, кто и ныне пророчествует нам с неба? Ибо Его голос тогда, во время законодательства, землю колебал. О двух землетрясениях мы узнаем из Писания. Первое было при даровании закона на Синай, как Давид говорит, земля обоялась. Псалом 75.9 Второе же при явлении воплоти Христа. Ибо сказано, стревожился весь Иерусалим. Матфей 2.3 И потрясутся идолы египетские. Вот сколько здесь слов сказано, и все только понимается образно, как. Первое было при даровании закона на Синай, и далее, говорит, земля обоялась. За земля что она может бояться? Праг, пыль. А я буквально понимаю, это ничего ты не понимаешь, во тьме находишься. Каждому надо слушать, что Бог говорит. Втревожился весь Иерусалим. Ну не весь, там верхушка, в третий. Остальные-то ничего не знали. Весь. Далее. Потрясутся идолы, никакие идолы не тряслись. Давай говорить, упали. Ну что придумывать дальше, чтобы буквально понимать. Ничего этого не было. Это означает страх на всех. В Библии, конечно, если так понимать буквально все, тогда и ничего и нету. Идольское такое, языческое представление о Боге будет, что у Бога глаза, руки, сапоги. Далее. Ибо они были потрясены, то есть они были лишены такого состояния, чтобы обманывать питающих их. И сила их была не извергнута. Следовательно, выражение еще раз указывает на третье потрясение, которое случится после второго пришествия, или на обновление при окончании мира, когда все изменится, переходя из тления в нетления. Об этом сказано у пророка Агея 2.7. Евреям 12.27. Слова еще раз означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы пребыло непоколебимое толкование. То есть изменение тленной твари, которая по природе своей способна колебаться. Так как она сотворена, то есть получила начало бытия, то несомненно имеет и конец. Ибо все сотворенное получило начало, а потому по самой природе своей имеет и конец. И ангелы по природе не бесконечны. Бессмертие же получили по божественной благодати, чтобы пребыло непоколебимое, то есть будущее благо. Ибо когда изменится все тленное, тогда все, назначенное праведником, будет нетленным и неколебимым, не подлежащим никакому колебанию или изменению. Евреям 12.28.29. Итак, мы, приемляя царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Так, как говорит, мы удостоимся благ непреложных и непоколебимых, то и получим такое царство, здесь уже принимая залог его, духовное благо. Будем хранить благодать, то есть не будем скорбеть и падать духом, но возблагодарим и даровавшего, уже таковые и имеющего еще даровать, которую, то есть благодатью, и будем служить, примечание редактора, благодарением. Ибо если мы благодарны, тогда и служим благоугодно, как бы зная, какой у нас владыка. Ибо если мы не благодарим и за освобождение от бедствий, и за притеснение, то и не служим благоугодно. Какой-нибудь раб, рабща, на господина своего, ибо рабщий тот, кто никак должен служить ему, разве благоугодно служит? Потому он и сам в другом месте говорит, не рабщите, 1 Коринфянам 10.10. И еще, все делайте без ропота, Филиппийца 2.14. За ропот же израильтяне умерли в пустыне. Не будем говорить ничего безрассудного, ничего бесстыдного, но пусть и внешность выражает уважение к людям и страх пред Богом. Показав, с одной стороны, что ветхозаветные события внушают страх, а с другой, что в Новом Завете нет ничего такого, он, чтобы они не относились презрительно к кротости, говорит, с благоговением и страхом возблагодарим Бога, ибо душа, поддаваясь отчаянию, во время бедствий теряет стыд. Или, служение наше должно совершаться с благоговением и страхом, ибо Бог наш есть огонь, а потому нам должно иметь страх, чтобы Он не погубил нас, как нерадивых и равнодушных. Ибо, говорит, добудутся на Израиле благоговейны, это же доставляет им и утешение, а именно то, что мы имеем такого Бога, который может истребить врагов наших. Евреям 13.1.2 Братолюбие между вами да пребывает, странолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Толкование. Не сказал, что вы приобретали братолюбие и странолюбие, ибо они имели их, как казалось. Но так как находились в опасности от беспрерывных скорбей, оставить заботу об этих добродетелях, то, говорит, братолюбие да пребывает, да будет твердым, и вы не позволяете себе избегать его. И странолюбие, говорив, не забывайте, ибо потерпея в похищении имуществ, они, быть может, вели себя скупо, или ограждает их на будущее время. Настолько важно странолюбие, принятие всех вообще, и не осуждение братьев, что Аврааму и Лоту представился случай к принятию ангелов. Бытие глава 18 и 19. Не зная, то есть не знали, что странники были ангелы, впрочем, приняли их с честью. Это и делает их великими, ибо, если бы они знали, то в таком случае они не совершили бы ничего великого. Евреям 13.3 Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле полкования. Ибо тот, кто связан с кем-нибудь, хотя бы и желал забыть, не может. Страждущие или в темницах, или в городе, или в другом каком бедствии. Ибо кто размышляет, что и он облечен подобным телом, будет защищать их. С одной стороны, по сочувствию, а с другой, и с боязни. Как бы и самому за свое нечеловеколюбие не пришлось подпасть подобным бедствиям. Боязни, и с народа не слышал так. Из-за боязни, боязни, боязни. 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 Интересно так. Евреям 13.4 Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно. Блудников же и прелебодеев судит Бог. Толкование. Смотри, как часто он ведет речи целомудрия. Выше упоминая о святости брака. 12.14 Говорил об этом целомудрие. И опять после этого говорит о прелебодеях и блудниках. Или и во всех случаях, и во всякое время. Не в бедствии только, и не в спокойное время. Не в это только части честен, а в другой нет. Но всецело да будет честен. Здесь же посрамляются еретики, клевещущие на брак. Ибо вот, потому он и называется честным, что сохраняется в целомудрии. И здесь с угрозой наказания соединяется запрещение блуда. Ибо судит Бог, то есть осудит. И естественно. Ибо если допускается брак, то блудники прелебодеи по справедливости подвергаются наказанию. Евреям 13.5 Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Толкование. Не сказал, ничего не приобретайте. Но если и имеете, не будьте рабами, а свободно относитесь к тому, что имеете. Так, чтобы не печалиться. Если вы когда-либо лишитесь чего из имущества, как я выше сказал, расхищение имени вашего приняли с радостью. 10.34 И вообще, так как многие после потери имущества стараются снова приобретать его, то ввиду необходимости оказывать помощь другим, говорит, имейте нрав несребролюбивый. Показывает, как можно бы быть несребролюбивым. А именно, если мы довольствуемся тем, что у нас есть. Если мы не стремимся к приобретению чего-нибудь сверхпотребного и необходимого. Ибо кто стремится к приобретению более, чем нужно, тот, очевидно, сребролюбив. Так как, вероятно, некоторые говорили, что же, если у нас нет необходимого. Отвечает, что этого никогда не может быть, ибо Бог устами Исаии говорит, не оставлю тебя. 43.2 И, конечно, не лжет. Но так как, вероятно, те же самые из иудеев говорили, чем настоящим мы довольствоваться будем? Мы разграблены, у нас нет ничего, не осталось. Говорит, можно довольствоваться и тем, что осталось, хотя бы этого было и мало. Ибо Бог сказал, не оставлю тебя, то есть, я не допущу тебя до этого. Если, быть может, апостол и понимал это относительно потребного, то ты понимай так, что это сказано и относительно всякого дела. Евреям 13.6 Так что мы смело говорим, Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек. Толкование. Так как это сказал сам Бог, то без сомнения верно. Итак, снова дерзновенно скажем, что хищники наших имений не стеснят нас. Евреям 13.7 Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Толкование. В этом убеждает и фессалоникийцев, чтобы оказывать им наибольшую честь. 1 Фессалоникийцам 5.13 И как те наставники делали их участниками Слово Божие, так и они, по возможности, должны оказывать им помощь в материальных нуждах. Относительно этого он намекает им словом, поминайте, или побуждает их к подражанию им. И, взирая на кончину, то есть, точнее наблюдайте. И как ученики живописца смотрят на оригинал, так и вы, всегда взирая на кончину, то есть, на конец их жизни, на их образ жизни, который имел добрый конец, подражайте вере их, ибо от веры чистая жизнь. И если бы не верили в будущее, не сомневались, то не оказались бы безукоризненными в поведении. Снова врачует малодушие их, или говорит о вере в догматы. И так продолжает. Евреям 13.8 Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же толкование. Ибо, казалось, некоторые искажали веру и говорили, что другой придет, которого евреи и до ныне ожидают. И так говорит, что Христос тот же вчера, то есть, во все прошедшее время, и сегодня, то есть, настоящее, и вовеки, то есть, будущее и бесконечные времена. И другой не придет. И так не заблуждайтесь. Или, как он не оставил наставников ваших, но во всем помогал им, так и вам окажет помощь, ибо он один и тот же. Евреям 13.9 Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не явствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими. Толкование. Различными, то одними, то другими, и от одних, и от других, но чуждые правому догмату. Ибо учение может быть различным, однако не чуждым, а потому и не фальшивым. Когда же учения различны, то есть, от одного одно, а другого иное, тогда и чужды, то есть, чужды истины. Тогда и необходимо беречься, ибо истина проста и имеет цель одну. Обрати внимание на выражение «не увлекайтесь» говорит, как бы о тех легкомысленных, кои и здесь, и там легко увлекаются. Вот странные учения намекают на вводящих иудейскую привязанность к брашнам. И так говорит, что благодатью, то есть верой, нам необходимо утверждаться и вполне убеждаться, что нет ничего нечистого, но верующему все чисто. И так потребна вера, а не наблюдение за яствами. Ибо занимающиеся яствами, то есть те, кои всегда следовали строгому соблюдению правила еде, не приносили никакой пользы для души, так как они чужды веры и рабски служат бесполезному закону. И вообще говорит, какую пользу они получали от наблюдения за яствами, когда так были осквернены, что не могли участвовать в жертвоприношениях. Евреям 13.10 «Мы имеем жертвенник, от которого не имеет права питаться служащая скинии» – толкование. Евреям 13.10 Сказав, что нет нужды строго наблюдать за яствами, чтобы не показалось, что наше чуждое наблюдение достойно презрения, говорит, что и мы имеем наблюдение только не в отношении этих яств, но к жертвеннику или бескровной жертве животворящего тела. Ибо невозможно первосвященникам ветхозаветного закона участвовать в этой жертве, пока они служат скинии, то есть образом закона, приходящим, подлежащим уничтожению, или пока они служат этому миру, так как и народ, как недостойный, не принимал участия в жертвоприношениях ветхозаветного закона. Евреям 13.11.12 «Так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященникам в освятилище, сжигаются вне стана, то и Иисус, дабы освятить людей кровью Своей, пострадал вне врат». Толкование. Показав, что то, что почитали иудеи, служило прообразом нашего почитания, говорит, что жертвы, в которых не мог участвовать народ, были ничто. «В нашей же жертве не имеют участия и архиереи ветхозаветного закона, ибо те жертвы служили прообразом этой. Ибо как кровь животных, приносимых за грехи народа, первосвященник вносил в освятилище, тела же сжигались вне стана. Так и Христос, пострадав за грехи мира, внес в освятилище Свою кровь к Отцу, как первосвященник. Тело же было распято вне врат». «Итак, совершая воспоминания жертвы той, наши первосвященники вносят кровь Господа в наше святилище, и на алтарь, как на небо. Поэтому первосвященникам ветхозаветного закона нельзя вкушать от этого алтаря, как иноплеменным, и как непомышляющим о том, что выше этого мира. Мы же не таковы». Евреям 13.13 «Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание. Так как Иисус Христос пострадал вне врат, то выйдем и мы к нему вне врат, то есть будем вне мира, нося его поругание. Терпя одни и те же страдания, он, как осужденный разбойник, был распят вне. Не постыдимся и мы удалиться от мира и от роскоши его, хотя бы и казалось это бесчестием. Снова убеждает их терпеть наносимые им иудеям обиды или хищения». Евреям 13.14 «Ибо мы не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Толкование доказывает необходимость выйти из-за врата, то есть из мира. Ибо мы не имеем никакого участия в этом мире, так как и он не будет вечно существовать. Итак, нам должно бежать из этого мира и стремиться к будущему граду, то есть к небу». «Все».